Спасибо. Добрый день, коллеги. Сегодняшняя тема очень важная в разрезе пользования электронными библиотечными системами. Тема революционная. Мы, правда, ее начали еще с прошлой осени. Я кратко как-то в предыдущих вебинарах на этом останавливался. Сейчас мы поговорим подробнее. Это очень интересно и, в первую очередь, это важно в процессе именно обучения с точки зрения учащихся. Так, ну что, начнем. Вот она наша тема. Вы видите на вебинаре. Это «Новая читалка» называется. Вся суть читалок, вся суть электронных библиотечных систем – это возможность чтения учебной литературы различных видов учащимся и преподавательским составом. Давайте немножко углубимся в историю. Такой некий экскурс проведем. Как это все развивалось? С чего это все начиналось? Ну, неким таким толчком к развитию электронно-библиотечных систем явилось издание приказа Министерства образования и науки РФ от 2011 года. Звучит оно об утверждении лицензионных нормативов к наличию лицензиата учебной, учебной методической литературы, иных библиотечно-информационных ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. Именно с этого момента началось такое серьезное развитие электронно-библиотечных систем в нашей стране. Так как, ну, можно сказать, вузов, вузы обязали иметь у себя либо собственное, либо подключение к каким-то другим электронно-библиотечным системам. Вот. И так как рынок был не занят, несколько компаний, в том числе и наша, начали очень усиленно, так скажем, продвигаться на этом поприще. Основная задача была, естественно, какая? Это обеспечение учебного процесса максимальным количеством учебных изданий. Из-за этого, так скажем, погнались за количеством, и никто, я не говорю только про нас, ни одна вообще библиотечная система электронная не озаботилась высоким качеством отображения этих учебников в электронном виде. Важно было успеть набрать максимальное количество, так скажем, этой литературы. Поэтому развитие шло, ну, так скажем, достаточно просто. Либо брались печатные учебники, и они сканировались, получая некие, так скажем, фотографии, да, потом их переводили в формат PDF, например, и так далее. Либо уже получали эти самые электронные форматы, то есть в картинке, просто чисто картинки от самих правообладателей, от издателей. И чтение книги, оно заключалось, ну, можно сказать, в просмотре этой картинки, и без возможности изменения формата, без возможности как-то работать с текстом и прочим. Ни с содержанием, ни уж ссылками какими-либо, выдержками из этой литературы, никакой работы такой не было. Впоследствии, с годами, постепенно, ну, как бы эта ситуация немножечко начала улучшаться. Мы ввели такое понятие, как текстовый слой. Ссканированы, так скажем, файлы при переводе в PDF, получалось два файла. Один в виде именно картинки, а второй был текстовым слоем. Качество текстового слоя в этом случае, так как оно происходило автоматически, оно, ну, так скажем, не стопроцентное было. Вот. И примерно, примерно на этом уровне все так и осталось. Немножечко от себя скажу. Я периодически подключаюсь, там, или меня подключают к общению с представителями вузов, которые, там, новые, например, для нас вузы, которые хотят к нам подключиться, и они задают различные технические вопросы, ну, и вообще интересуются, как, что работает у нас. Хочу сказать, что, ну, 99% интереса у представителей вуза, это два момента, книгообеспеченность и возможность работы с РПД. Никакого акцента на качестве чтения этих учебников не ставится. Важно только вот автоматическое заполнение РПД, проставление и замена учебников, вышедших там из оборота или там смены по срокам и больше ничего. Хотя, хочу сказать, все-таки, все мы работаем, ну, я так думаю, мы работаем над тем, чтобы предоставить в первую очередь учащимся максимально лучшую возможность для получения информации, то есть для чтения. само по себе развитие читалок для художественной литературы, оно пошло совершенно другим путем. Их обрабатывают вручную, например, такой очень распространенный у нас в стране, и не только у нас, формат ФБ2 есть. Это формат для электронных читалок. Все, кто так или иначе любит читать художественную литературу и прочее, они с этим форматом сталкивались в этих электронных читалках. Его изобрел наш отечественный программист в 2004 году. То есть уже 20 лет, как прошло для электронных библиотечных систем, это ничего практически не докатилось. И вот мы последний, ну, наверное, год занимаемся вот этой конкретной разработкой для улучшения, для получения реально качественного процесса чтения и совершенно другого формата самой читалки. Ну, я, чтобы понимали, о чем идет речь, что это такое вообще читалка. Да, этот специальный функционал ЭБС предназначен для работы с изданиями любых направлений, а для специальных форматов для чтения в режиме онлайн. К этим читалкам есть особые требования. Почему они не шли в ногу с развитием, например, электронных форматов для чтения, художественной литературы и прочее. Потому что здесь есть очень серьезные требования от правообладателей. В первую очередь, это защита авторского контента от полноценного копирования и воспроизведения на несогласованных площадках. То есть, о чем идет речь. Электронная библиотечная система не может выложить книгу таким образом, чтобы ее можно было целиком скопировать и где-то там выложить. Это уже будет нарушение авторского договора. Какие еще были требования от пользователей? Это возможность быстрой загрузки и удобного чтения литературы в режиме онлайн. То есть, как, например, наша ЭБС шла к этому. Мы переводили PDF, ну то есть, книжка сканировалась, переводилась в формат PDF. Он тяжелый, этот формат. Мы его дальше через мета-данные переводили в SVG и только уже в формат SVG, так как он легче. То есть, вы получаете примерно ту же самую картинку по качеству, но он занимает гораздо меньше места. Это очень важно, особенно на заре, так скажем, развития ЭБС. К примеру, у нас больше 200 тысяч учебных изданий в нашей библиотеке. И хранить это все на серверах в изначальном формате PDF, например, очень-очень трудозатратно. Занимает очень большое количество места. Плюс, соответственно, для того, чтобы мы могли обеспечить вам непрерывный доступ к учебникам в случае каких-либо сбоев и так далее, это все копируется минимум в два раза. То есть, всегда имеется точно такой же набор этих PDF, но на другом сервере. Если вдруг какая-то авария, отключился один, подключился второй. Это вот как раз то третье основное требование от самой электронной библиотеки. Это минимальный объем хранения и оптимизация нагрузки на сервер. Раньше, ну, как я уже говорил, делалось в разных форматах, разными ЭБСками, каждый их что-то как бы в своем русле, так как каких-то основополагающих принципов еще выработано не было. Некоторые компании вообще переводили учебники в формат Flash. Был такой очень распространенный формат в свое время, в десятых годах в особенности. Но, как потом выяснилось, он имел очень большие проблемы в сфере безопасности. И с помощью этого контента, с помощью вот этой вот флешевой архитектуры можно было вскрыть любую программу, любой, так скажем, даже защищенный сервер. Кто-то переводил это исключительно вообще в картинке. То есть, это были PNG, это был JPEG. Кто-то занимался переводом это в HTML. То есть, это некий чистый код был для чтения. Ну, и так далее. Какие-то другие, менее распространенные форматы. То есть, основная проблема была это отсутствие стандартизации. Мы, как я уже говорил, мы пошли по пути минимизации, адаптации исходного файла книги, выбирая, ну, так, некий баланс между затратами по подготовке контента и его обработке. Но, что самое важное, это защита от копирования и качество отображения для пользователя. Мы переводили в PDF, из PDF в PNG, из PNG в SVG. Вот. Все эти процессы, они так или иначе влияли на исходные качества книги. Они влияли на скорость получения новой литературы. Естественно, электронная версия всегда отстает от только что вышедшей печатной, так как большинство правообладателей, они в первую очередь выпускают печатную книгу. И только потом с нее делают уже электронный формат. Или передают нам, и мы делаем этот электронный формат. Постепенно требования начали расти к электронным этим форматам учебной литературы. Мы добавили туда некоторые нововведения. Это текстовый слой поверх картинки. В данном случае теперь стало возможным не только, так скажем, визуальное чтение, но и возможность в этом текстовом слое выделить какие-то фрагменты для каких-нибудь своих работ, для курсовых, кто-то пишет, для создания курсов, если мы говорим с точки зрения преподавателей. Появилось интерактивное содержание. То есть, можно было кликнуть, то есть, оно стало активным, это содержание у книги. Кликнули, перешли на необходимую страницу этого оглавления. Появились закладки. То есть, можно было выделить определенный участок, поставить на ее закладку. И позже, вернувшись именно к этому месту при чтении книги. Появился поиск по тексту. Это очень важное нововведение. Читать всю книгу стало уже необязательно, если была необходимость в какой-то поиске конкретной информации. Ну и цитирование фрагментов. Опять же, как говорил, для различных работ учебных. Но лет, наверное, уже так 15 назад началось очень сильное развитие мобильных форматов. У всех стали появляться и стали очень доступными смартфоны, планшеты и так далее. Постепенно пользователь ушел от работы в широкоформатных, на больших мониторах, к работе в мобильных версиях различных гаджетов. Сейчас по статистике в среднем пользуются мобильным форматом 85% пользователей. И 15% это декстоп идет. То есть наши мониторы. Тем самым, предоставляя чтение книги исключительно в формате монитора, мы это можем предоставить только 15% людей. Всем остальным приходится с этим мириться и так или иначе находить способы и возможности работать через монитор. Что уже, как бы, ну, мягко говоря, не в ногу со временем. Эта проблема, кроме нас, еще никем не находится в стадии решения. Вот. Каждый ЭБС занимается только тем, чтобы, ну, максимум улучшить качество отображаемой картинки и качество текстового слоя, по которым, ну, как я уже говорил, можно искать, можно что-то с этим делать. Вот. Мы пошли по пути именно помощи читателю, помощи учащемуся. И сделали свою разработку, при которой исходное изображение переобрабатывается, соединяется с текстовым слоем и выходит уже некий новый формат. Мы еще не дали ему название. Мы планируем это все, весь процесс тестирования и обработки завершить. Первому сентября, то есть к новому учебному году, мы выкатим для всех пользователей нашей электронной библиотечной системы возможность воспользоваться новым видом читалки. Так называемая версия 3 у нас будет. Что мы смогли решить? В первую очередь защита от копирования. И статистика постраничного просмотра. Про защиту от копирования тут все понятно. Мы смогли решить вопрос, при котором даже, по сути, имея полный текстовый слой любой книги, мы смогли сделать так, что скопировать его целиком невозможно. Есть у нас определенные ограничения. В районе 5 страниц максимум. И что самое важное, это статистика постраничного просмотра. Все правообладатели заключают договора на постраничный просмотр. Отчет идет по ним. Если мы меняем формат книги, уменьшаем, например, его, то есть адаптируем под мобильник, соответственно, количество страниц в этом случае тогда будет увеличиваться. Но вы это прекрасно понимаете, если вы читали с мобильников или с электронных читалок какие-либо книги. В зависимости от даже величины шрифта, количество итоговых страниц у книги, естественно, меняется. С точки зрения правообладателя такого быть не должно. И это будет нарушением договора. Мы сделали таким образом, что вне зависимости от смены формата, от смены шрифта и так далее, внутренне есть фиксация на самой изначальной странице. Я чуть попозже покажу визуально, как это выглядит, чтобы это было понятней. Как мы решили проблему копирования и статистики? Финишное отображение у нас уже осуществляется как некий HTML-код. Я сейчас немножко потошню. Я сейчас такие более технические моменты озвучу. Но, может быть, это будет кому-то интересно. Загрузка данных сервера у нас производится в виде неких JSON-пакетов. Это логический состав страницы. То есть мы ее разбираем на составляющие изначально. То есть мы берем готовую книгу, разбираем ее полностью на составляющие. И собираем заново. Некое лего такое у нас получается. Из-за этого мы можем уже эти составные части, так как они разбиты на маленькие кусочки, но у каждого кусочка прописана связь с последующим. Тем самым мы можем это все трансформировать в любом формате. И отдача контента сервера у нас соответствует изначально текущей механике работы с правообладателями. То есть она соответствует печатным страницам. Наличие фрагментов в памяти, на которые мы все это делим, оно адаптивно, но не более пяти страниц, опять же, вот именно печатных, в каждую сторону от текущей. Больше чем пять страниц у нас, например, скопировать нельзя. При следующем заходе можно еще пять страниц скопировать и так далее. При отдаче состава одной страницы мы блоки перемешиваем внутри. Это все происходит в HTML-коде. Вы этого, как пользователя, не замечаете. То есть человек может, умеющий, так скажем, специалист, скопировать у нас в полную книгу, но это будет просто некий набор для него несвязанных блоков. И собрать он без нашей системы его обратно не сможет. Теперь я покажу, с чем мы столкнулись при вот этой вот работе, при распознавании этого контента. Вот у вас на экране три странички. Это книжка по изучению шведского языка. Как вы видите, она состоит из очень большого количества элементов, которые по своей сути переработать и уменьшить формат, тем самым сбив построение изначальной страницы, крайне трудно. Вот эти все подчеркивания, вот эти все границы различными цветами, это наша система как бы отобразила, что она из этого видит. То есть зеленый, это она увидела, как распознала, что это текст. Розовым это картинка. Понятно, да, на первой странице вы видите хоть там картинка с различным текстом, но переработать его так, чтобы можно было, изменяя формат, это собрать в реальный вид невозможно. Поэтому определил ее как чистая картинка. Да, картинка формат поменять не может. То есть она будет просто уменьшаться по своим границам до границы вашего мобильного устройства, до вашего смартфона. Ну и так далее. Красным это у нас обоставление в таблицах и прочее, прочее, прочее. То есть где-то нам приходилось вмешиваться и что-то подправлять руками, но основная наша задача, которую мы сейчас успешно решаем, это отсутствие ручной работы. Как я уже говорил, учебная литература занимает очень большое количество экземпляров. И засесть, посадить там людей, которые, например, делают для художественной литературы. Почему вы можете взять там любая книжка, которая выходит новая, неважно, старая, на каком-то там литрессе, она у них в 99% имеет еще и электронную версию. Ее сделали руками. То есть вышла одна книга, а специалист один или два полностью ее сформировали и сделали из нее какой-нибудь FB2. Или дежавю, или еще какой-либо другой электронный формат, который как раз имеет возможность изменения размеров и форматов. Для того, чтобы перелопатить, например, 200 тысяч учебников, ну, боюсь, это неподъемный. Затраты как человеческие, так и временные. Поэтому мы работаем, и, как я уже сказал, успешно работаем над автоматическим распознаванием и переработкой этих книг. В итоге я вам готов сейчас уже показать, как она у нас выглядит. Слева вы видите скриншот с мобильного устройства. То есть даже здесь можно распознать некоторые вещи. Видите, текстовый слой, он уже полностью масштабируемый. А вот небольшая табличка, состоящая из четырех столбцов, она в данном случае будет являться уже картинкой. Потому что масштабировать таблицу невозможно. Она начнет перескакивать на нижнюю строку, и вы уже тогда не сможете работать с таблицей и понимать, кто к чему относится. Как было, как открывалось, да и сейчас открывается у всех, старая версия читалки и в любой другой ЭБС. Вот она с левой стороны, вы видите. То есть это вот сама картинка страницы. Читать это в таком формате практически невозможно. Не имея монитора, вы это, ну, это очень и очень сильно надо хотеть прочитать этот учебник, чтобы решиться на такую экзекуцию над собой. Вот что получается справа. Меняется формат, увеличивается шрифт, вы все хорошо видите, вы можете это спокойно читать и пользоваться учебником. Немножечко про функционал самой читалки. Какие у нас функции уже были, и мы их оставили, и какие мы внедрили новые. То есть у нас есть кнопка библиографическая запись о книге. Это для научных изысканий, работ учебных и прочего. Счетчик страниц с вводом и переходом. То есть можно работать как через содержание, можно работать как вводом номера страницы. И моментальным переходом к ней. И функционал закладок. Ну, то есть оставлять закладки на любую страницу, где вам необходима. Что мы внедрили? Это выбор размера шрифта. То есть даже переработанная книга, в зависимости от качества вашего зрения, ее можно еще и менять шрифт. Величину. Больше, меньше и так далее. Очень важная вещь. Показать страницу печатного оригинала. Я позже, когда закончу с этой презентацией, я вам покажу наглядно, как это работает. То есть при клике на эту кнопку открывается картинка самой страницы, как она изначально в самом учебнике. То есть если вдруг при уменьшении и увеличении формата размера шрифта что-то где-то сбилось, или вы не до конца понимаете, как это должно выглядеть, особенно в формате неких сопоставлений, больших таблиц, вы всегда можете нажать на кнопку и увидеть оригинальную страницу. Пусть она будет очень мелкой на экране смартфона, но вы сможете определить, где и как это все отображается. Ну и многоуровневый поиск мы сделали. То есть у нас есть два вида поиска в читалке. О нем чуть-чуть попозже. Вот как выглядит размер шрифта. То есть вы можете и при его изменении, вы видите, меняется размер шрифта, вы видите, как это отображается. Никуда ничего не пропадает. Читать удобно. Пользователю никаких проблем нет. Вот как выглядит показать страницу печатного оригинала. То есть мы нажали на кнопку и отобразилась. Это сейчас картинка в формате декстопа, поэтому она крупная, вы видите ее очень хорошо. То есть, как я уже говорил, этот функционал, он внедрен для лучшего понимания контента книги. Особенно это связано с учебной литературой. С художественной проблем никаких нет. За редчайшим исключением туда добавляют какие-либо таблицы и уж тем более сопоставления. Для учебной литературы это просто минимальная необходимость. Для учебного процесса. Вот как у нас выглядит двух уровней поиска. То есть вы можете на самой странице вводить слово, и оно тут же на этой странице, где вы сейчас находитесь, просматриваете, будет подсвечивать это слово в самом тексте. Если вас интересует поиск по всей книге, то при клике вы получаете целиковый результат поиска, где будут, соответственно, ссылки на те страницы, где ваше искомое слово находится. Вы кликаете на него и моментально туда переходите. Ну, это некий такой стандарт, так скажем. Что хочу сказать. Это реально удобная вещь. Она полезна. И я думаю, мы сделаем революцию в обучении. И я надеюсь, что представители вузов будут рассматривать электронную библиотечную систему не только в разрезе РПД и книгообеспеченности, дабы закрыть свои документы и как бы все. А дальше вы уж сами мучаетесь с этими учебниками. Не нравится, называется, идите в библиотеку, берите печатные. Я надеюсь, это изменится и будет больше внимания на качество потребления этого продукта, на удобство конечного пользователя, ради которого мы все здесь и работаем. Я имею в виду учащихся студентов. Так, по презентации. Все. Я готов выслушать ваши вопросы, а потом мы перейдем и я вам покажу наглядно, как это работает уже на нашей ЭБС. Тут вот вопрос. Пробные учебники выкладываются на платформе перед печатью? Нет, как я уже говорил, правообладатели сначала в основном печатают книгу и только потом нам уже передают либо электронную ее версию, либо сам учебник, который мы переводим в электронный формат. Ну, я смотрю, вопросов больше нет. Давайте попробуем посмотреть, как это выглядит. Так, одну секунду. Вот страничка нашей электронно-библиотечной системы. Вот мы видим учебник английский для математиков. То есть, я тут специально отобрал этот учебник для того, чтобы понимать и видеть несколько, так скажем, форматов. То есть, и формат иностранного языка, как показывается в учебниках, он, кстати, хочу сказать, самый сложный. Большое количество таблиц сопоставлений и прочих графических и текстовых элементов, так или иначе связанных с собой, ни в одном виде учебников нет. Ну и математика. Вот наша, соответственно, вижу сейчас только я и те, кто имеет админский доступ к нашей ЭБС. Вы, к сожалению, пока это увидеть не можете. У вас есть только кнопка читать онлайн. Те, кто подписан, соответственно, на нашу ЭБС. Как это выглядит сейчас. То есть, вот этот учебник. Мы видим конкретные страницы. Именно так, как они находятся в учебнике, в печатном. Больше ничего с этим сделать нельзя. При уменьшении формата все будет уменьшаться. Я вам покажу это вот в таком виде. Вот здесь мы выберем, например, ну какой-нибудь Samsung Galaxy. Как вы видите, вот так это будет выглядеть на мобильнике. Очень мелкий шрифт. Читать это крайне затруднительно будет. Уж если мы там возьмем какой-нибудь, я уж не знаю, формат поменьше, будет еще хуже. А вот как это выглядит. В нашей новой читалке. Это сейчас десктопная версия. То есть, это уже обработанный учебник полностью. Переработанный в новый формат. В котором можно уже менять шрифт. И как вот я показывал, вот работает кнопка показать страницу печатного оригинала. Вот она. То есть, если мы, например, переходим где-то. Ну, давайте найдем. Сейчас мы уменьшим формат. Какие-то вот такие вещи. Мы видим, как это изначально на самом учебнике. То есть, мы можем это сопоставить. Как это выглядит. По сути, примерно все в рабочем состоянии. Сейчас пониже. Вот она. Да. То есть, мы видим отдельно формулу. Мы видим отдельно картинку. Перечисление. Цифровое. Все. Все здесь есть. Как вы видите, текст идеально выделяется. Он полностью распознается. Формула, чего вы не получите ни в одном формате для EBS. Текстовый слой обычных PDF так не распознает. Особенно верхние символы. То есть, он их разобьет на просто строчку. И это уже будет не формула. И вы ее не увидите, как формула в текстовом слое. Теперь покажу, как это выглядит на мобильнике. Вот он, тот же самый Samsung Galaxy A51, например. То есть, вот так это все разошлось. Никуда ничего не пропало. Все выглядит хорошо. Можно увеличить шрифт. Шрифт везде увеличивается. Чтение. Чтению это никак не мешает. Видно отлично. Работать одно удовольствие с учебником. Вне зависимости от того, какой у вас смартфон. Пожалуйста. Вот iPhone 12, например. Если еще раз покажу я относительно формулы, как это работает в старых форматах, в старых читалках. Вот он текстовый слой. Сейчас мы дойдем до вот этой вот, например, вот они формулы. Вот она формула. Вот у нас есть кнопка «Текст страницы». Видите, в каком виде получается формула? Она в виде отдельных символов. Это текстовый слой. То есть, если вы, например, работаете, и вам нужно выделить, скопировать текстовый слой для какой-то либо вашей курсы, презентации, для курсовой, неважно, реферата. Вот это все придется обрабатывать потом руками. В новой читалке все сделано очень и очень хорошо. Еще есть какие-то вопросы. Теперь после презентации и после демонстрации. Вижу вопрос, насколько мы поняли, функция скачивания полностью удалена или 5 страниц? Функция скачивания книги, вы имеете в виду, но ее никогда и не было. Полностью скачать книги было нельзя. Вы могли только копировать кусками эту книжку. Ну и опять же, текстовый слой с нее. Может быть, саму картинку с помощью принтскрина, например. Да, пожалуйста. Но это сизифов труд что-то с этим делать. Если вопросов больше нет, если вы все поняли, я очень прошу нажать на огонечек. Я посмотрю на вашу реакцию. То есть сегодня как-то все тихо. Да, спасибо большое. Я вижу. Очень приятно. Еще раз повторюсь. Это революция в учебном чтении. Это решит очень многие проблемы и даст возможность пользователям, студентам, учащимся, наконец, с большим удобством погружаться в литературу. Я могу читать учебники не только сидя там где-нибудь в библиотеке или у себя за монитором компьютера или ноутбука, но также на перемене между лекциями, при поездке в метро, в автобусе, неважно где. Открыли мобильник, зашли в ВБС-ку и, пожалуйста, читайте, смотрите, пользуйтесь. Я очень надеюсь, что мы тем самым не только решаем, так скажем, свои вопросы взаимодействия с лузами, но и продвигаем вообще уровень обучения и качество обучения в нашей стране на новый уровень. Спасибо большое за внимание, всем всего доброго, увидимся скоро.